Трибуны Петровского Интересный соперник, и вот эта вот филиграмная передача Дмитрия Ласькова на своего песка Сычева напомнила нам о этой великолепной связке, о том, что она способна творить, когда оба игрока в форме. Вышевец сумел создать не только боевитый, не только умело обученный, хорошо выглядящий на поле коллектив, он сумел и подготовить команду неплохо функционально к сезону. И в первом тайме преимущество «Локомотива» над «Зенитом» было более чем заметным. Аршавин, до перерыва игравший на левом фланге, в игру включался лишь изредка, и в отсутствие своего лидера, который, по большому счету, уклонялся от борьбы и проявлял себя крайне редко, в отдельных эпизодах «Зенит» смотрелся не очень любопытно. В перерыве «Дик Адвокат» пошел на замену, на замену довольно интересную, убрал с поля Константина Зырянова, который отрабатывал в каждом эпизоде до последнего, и выпустил на поле Павла Погребняка. И эта замена во многом, конечно, и помогла питерцам, потому что Погребняк, оказавшись в центре штрафной площадки, постоянно стягивал на себя внимание всей овороны соперника, которой не хватало ни Родолфу, не хватало ей, конечно, и Малхаза Сатьяне, который продолжает лечиться. Нагрузки было прилично у Элдина Якуповича, если до перерыва швейцарский голкипер в основном разминался, то во втором тайме он заработал на полную мощь. Вернувшийся в стартовый состав Александр Анюков на своем правом фанге рвал и метал чужую оборону, и, наверное, самое справедливое, то, что именно он, именно он, воспитанник самарского футбола, в итоге заставил аплодировать голландского тренера «Зенита» своим действием. Действительно, атака была классная, два друга, Аршавин слева и Анюков справа, сыграли на 100%. Тут же, после того, как «Локомотив» пропустил, команда могла выйти вперед и, вполне возможно, окончательно уже склонить чашу весов свою в пользу. Малафеев здорово сыграл на выходе, но здесь, наверное, не столько заслуга Вячеслава, сколько ошибка Дмитрия Сычева, который забил из куда более сложного эпизода в куда более сложной ситуации. В конце встречи «Локомотив» пошел вперед и обострил игру, создал еще несколько неплохих моментов у ворот хозяев, но в итоге все закончилось с мирным исходом. 1-1, ничья, за которую не должно быть стыдно ни одной из команд. Я думаю, что забитый мяч – это результат того, что все-таки недоразумение, недоразумение по перестройке. Мы играли в три защитника, и после того, как Дик сделал замену и стали играть два центральных нападающих, то, естественно, мне нужно сделать ответ, был ответный ход и вышел Пашинин. И вот здесь, на этом перестройке, на этом минутном факторе у нас не хотелось взаимопонимания.